Существует ли такое понятие, как вымаливать род и родовые грехи? Если да, то как правильно это делать? Ну, скажем так, само по себе понятие вымаливать род, это, ну, как-то скажем, наверное так, это не христианское понятие. Вот само по себе это скорее из какой-нибудь философии Федорова. Хотя сама философия Федора очень сильно привыкает к христианскому взгляду. Что значит вымаливать род? То есть предполагается так, я уже вымалил себя, я вымалил свою семью, вот, и теперь мне надо вымаливать тот род тех предков, которые жили до меня. То есть человек как минимум исходит из ситуации, что все основные проблемы его собственной жизни, они решены. А это как бы всегда свидетельствует о мнении о себе. Человек мнит себя, что все как бы решено, у него есть некие сверхдолжные заслуги, которые могут теперь посвятить остаток своей жизни вымаливанию рода. Вот, конечно, молиться за тех людей, которые жили прежде нас, за моих родителей, дедушек, бабушек, даже если мы их не помним лично. Но мы знаем, что был там, скажем, бабушка моей бабушки, вот, я просто знаю, в силу того, что кто-то донес до меня это знание, что вот эту бабушку звали так-то, так-то, конечно, что бы не помолиться. Помолиться надо. В синодик надо вписать, частички надо вынимать. На родительских субботах, которые потому так называются, надо за них помолиться. Но это не вымаливание рода. Это на худой конец, в лучшем случае, если так можно сказать, хотя я терпеть не могу этого выражения, но просто хотя бы ради четкости понятий, это вымаливание людей, некоторых. А род предполагает все-таки весь комплекс людей, которые, вот, скажем, у истоков меня самого стоят. Вы представляете себе, что это за род? Вы представляете, какой, сколько людей, про которых вы ничего не знаете, их отношения с Богом вы не знаете, о чем вы хотите говорить? Вот, как можно вообще это и дяди, и тети, и дяди ваших дяди, и тети ваших тетей, и прабабушки ваших прабабушек, и это огромное количество людей, как род. Нельзя же молиться обезличенный, помилуй, Господи, род мой. Так не получится. Это совсем высокое мнение о себе и абсолютное непонимание того, как это происходит. Вообще, что происходит, когда человек молится за усопших. Поэтому я бы не сказал, что есть такое понятие, хотя можно молиться за родственников своих, особенно если ты их знаешь лично. А вот, например, родовые грехи, в этом есть смысл, такое понятие есть. Вот, хотя бы просто, ну, давно замечено, и в Западной Европе, скажем, это даже стали изучать известные психологи. В свое время, еще в конце 19 века люди, а за да, через 20 век особенно, что очень часто происходит, что в одном, как бы вот поколении, не поколении, в одном череде родственников происходят одни и те же ошибки, или одни и те же страсти, одни и те же грехи. Такое не всегда естественно, но бывает. Вот, ну, скажем, совсем примитивно, бывает, что, ну, папа пил, сын пьет и внук пьет. Вот, папа сидел, сын сидел и внук сидит. Бабушка гуляла, мама гуляет и дочка гуляет. Вот, в таком виде. Да, это есть. Родовые грехи есть. Но ко мне часто обращаются, не, не часто, скажем, обращаются люди с подобными проблемами, и они всегда, наблюдая за то, что вот ту прошлую жизнь своих родственников, как они ее знают, они понимают, что они как-то вот делают то же самое. Но дело-то не в том, чтобы, скажем, очистить их от их сделанных грехов. Это человек приносит личное покаяние, и он ответит Богу за то, что он сделал, за добрые, за худые дела, которые он сделал в теле, в свою. Но мне важно, чтобы я перестал делать этот грех, и чтобы сын мой их не делал. А вот тут важно понимать, что запрограммированности никакой нет. Это не некий такой ключ, код, что человек непременно делает. Можно это изменить. Если я осознал, что я начинаю делать то же самое, приношу покаяние и говорю Христу, что я не хочу больше так делать, то исцеляюсь, то у меня рождается здоровый ребенок, который не будет повторять грехов дедов и прадедов. Потому что покаяние и есть такое действие человека, который соединяет его со Христом, а во Христе происходит обновление, как это, перезагрузка, переформатирование, лучше сказать духовное слово, преображение человеческой природы. Для того же мы и крестимся, чтобы не только родовые грехи, но первородный грех, самый главный родовой грех всех людей, чтобы от него исцелиться, чтобы он не определял теперь нашу жизнь. Конечно, вы скажете, ну как, мои же предки тоже были крещеные, но это не мешало им решить. Так они были просто формально крещеные. А если ты неформально крестишься или когда-то крестившись формально, теперь войдешь в купель покаяния, так как, скажем, Семен Новый Богослов говорит, что покаяние второй крещения, ну не только он говорит, покаяние второй крещения. Если ты входишь в покаяние и в плаче, молитвах и усилиях воли обновляешь себя во Христе, как бы восстанавливаешь себя в той благодати, которая была получена тобой в крещении, но ты ее нерадением своим потерял, ты как бы возобновляешь отношения со Христом, то есть соединяешься со Христом. Теперь ты живешь во Христе, и Христос в тебе, и в этом состоянии, если ты родил ребенка, он не наследует вот тех грехов своих предков. Но и, а бывает, чаще, к сожалению, бывает не так. Бывает так, что вот, скажем, дедушка грешил одним грехом, там, отец грешил одним грехом, я грешил одним грехом, и сын мой грешит тем же самым грехом. И вот, когда сын мой уже начал грешить этим грехом, я вдруг, в отличие от моих предков, ужаснувшись тем, что делает мой сын, решил изменить свою жизнь и обратиться к Богу, то есть стать на путь покаяния. Я могу изменить свою жизнь. Во Христе надо только обратиться и стать целым и живым. Обратиться ко Христу, покаяться, и войдет, приблизиться, и войдет во мне Царство Божие, и я перестану делать грех. Но вот с сыном уже так не получится. Не получится. Но если я до конца своих дней, он уже заразился, обратиться или не обратиться, это от него зависит уже. Но если я до конца, осознавая, что я обратился поздно, и мое позднее покаяние сыграло роль, что вот сын все-таки заразился, заразился этим грехом, который я делал, заразился. И вот когда я воспринимаю эту ситуацию как продолжение своего покаяния, вот в той мысли, что грех мой предо мной есть выну, видя гибель своего сына, а стало быть и дальше, дальше, дальше от продолжения той же самой беды и той же самой мерзости, я плачу, 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 плачу. То у меня есть надежда, что не только мой грех унаследует сын, но и плоды моего покаяния тоже. Потому что я живу вместе с ним, я молюсь за него, я свидетельствую ему о любви, в которой пребываю, и эта благодать тоже опаляет его. И он, видев мое покаяние, может тоже, может поздно взять и обратиться ко Христу. А может где-то это вот возьмет и сомкнется, потому что мы теперь не только поколение грешим, это как бы вот родословие грешников. С того, что я начал обращение свое к Богу, вот, и соединился с Богом, теперь это может быть и родословие праведников, восстающих из тления, из греха. Но это может тоже продолжаться, потому что один святой в родословии этих людей уже был. И кто знает, может быть и дальше будет поколение хороших людей распространяться в истории. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.